Нам все равно, сколько украинцев умрет. Ни гражданские лица, ни женщины, ни дети, ни солдаты. Нам все равно. Мы такие. Знаешь, это превратилось в великую футбольную игру. У нас есть наша команда. У них есть наша команда. Ра-ра-ра-ра. Мы хотим получить самый большой результат и увеличить его. И ты знаешь, нам все равно, сколько, сколько наших игроков получают увечья на игровом поле. Главное, чтобы мы побеждали. Сейчас мы поставляем фантастическое количество оружия, и это привело к увеличению запасов рейтинг. Которая создает ракеты, и Норт-Офф-Граммон, которая создает самолеты и так далее, и ракеты. Все эти оборонные отрасли стали чрезвычайно раздутыми налоговыми долларами. Я не думаю, что это в конечном счете изменит исход. Я думаю, что я думаю, что Россия победит. Украинцы находятся в очень неудобном стратегическом положении на Востоке. Но если вы посмотрите на то, как это развивалось, президент Путин предпринял отчаянную попытку остановить движение к войне еще в декабре 2021 года. Он зашел так далеко, что положил на стол конкретные письменные предложения вместе с мирными предложениями НАТО, чтобы разрядить обстановку. Потому что в этот момент Украина собирала войска для нападения на Донбасс, и поэтому он пытался предотвратить это. Он не хотел войны, а НАТО просто проигнорировала это, просто отмахнулась от этого, никогда не воспринимала это всерьез, никогда не вступала в серьезные переговоры. В тот момент Путин, увидев, что вооруженные украинцы с оружием для убийства российских войск были буквально на их границах, решил, что он должен нанести удар первым. Теперь ты мог видеть, что это было не так. Это не было каким-то заранее спланированным нападением. Это было не похоже на нападение Гитлера на Польшу, где стандартное эмпирическое правило гласит, что у вас всегда есть преимущество три к одному, когда вы нападаете. Вы должны сосредоточить в три раза больше танков, артиллерии, самолетов и людей, чем у другой стороны. На самом деле, когда Россия вошла, они вошли с тем, что у них было, с тем, что они могли собрать в кратчайшие сроки. И они были в численном превосходстве над украинскими войсками. У украинских сил было около 250 человек, у русских, возможно, 160. Значит, вместо того, чтобы иметь в три раза больше войск, у них на самом деле было меньше войск, чем у украинцев. Но они были вынуждены атаковать, чтобы попытаться предотвратить надвигающуюся битву, когда украинцы сосредоточили эти силы против Донбасса. Теперь Донбасс примыкает к России. Это часть Украины, которая не присоединилась к революционному правительству, которое совершило государственный переворот в 2014 году и свергло правительство Украины. Они отказались стать частью нового революционного правительства Украины и поэтому провозгласили свою независимость. И Украина собрала эту огромную армию, чтобы напасть на Донбасс. И поэтому Россия была вынуждена вмешаться, чтобы предотвратить это запланированное нападение со стороны Украины. И ты мог видеть, что Россия очень надеялась, что они смогут провести эту спецоперацию без неоправданных жертв для украинцев. Потому что они, они думают об украинцах. Или, по крайней мере, они действительно думали об украинцах, как о братьях-разгильдяях, с которыми хотели иметь хорошие отношения. Но там была известная фотография с российским танком, который был остановлен группой примерно из 40 гражданских лиц, которые просто вышли на дорогу и перекрыли дорогу. И танки остановились. Я могу сказать тебе, что во Вьетнаме, если бы у нас была куча людей, которые стояли на пути проходящего американского танка, этот танк бы ни в малейшей степени не замедлился. Он бы не стал сигналить. Это ничего бы не дало, не сделало бы предупредительного выстрела. Это просто продолжалось бы. И я думаю, что это более типично. Я не критикую американцев. Я был там, и я сражался, и я, вероятно, проехал бы танк прямо через себя. Но я хочу сказать, что правила ведения боевых действий для русских были очень, очень осторожными. Они не хотели создавать много ненависти и вражды. Русские не вошли. Они не бомбили электрическую систему, медиасистемы, системы водоснабжения, все это, мосты и так далее. Они пытались сохранить инфраструктуру Украины в хорошем состоянии, потому что хотели, чтобы она вернулась. Они просто хотели, чтобы все это закончилось и вернулось к нормальной жизни. Это не сработало. Украинцы. Сопротивление было неожиданно сильным. Украинские солдаты сражались с большой доблестью, с большим героизмом. И теперь игра была усилена, и она стала намного серьезнее. Но удивительно смотреть и видеть, что Россия доминирует в воздухе. Они не вывели из строя железнодорожные системы. Они не вывели из строя электростанции. Они не выбили так много вещей. Они никогда не бомбили здания в центре Киева, столице Украины. Они не бомбили здания, где заседает парламент. Они были невероятно сдержаны в этих вещах, надеясь вопреки всему, что мир может быть достигнут. Но я не думаю. Я не думаю, что Украина имеет какое-либо отношение к решению о военном мире. Я думаю, что решение о военном мире принимается в Вашингтоне, округ Колумбия. Пока мы хотим, чтобы война продолжалась, мы будем вести эту войну, используя украинцев в качестве доверенных лиц. И мы будем бороться с этим до последней украинской смерти.